Здравствуйте, ученики 9 класса! Мы продолжаем изучать историю России в 19 столетии в 9 классе. Видеозанятие 10, тема 10 урока «Великие реформы Александра II». Собственно, мы изучим, приступаем к изучению раздела «Россия в эпоху великих реформ». Реформы царствования Александра II, мягкость и великодушие его характера должны были обеспечить ему восторженную любовь его народа. Должны были бы, но не тут-то было. Он не был государем популярным в истинном смысле слова. Народ не чувствовал любви к нему, потому что в нем самом совершенно отсутствовала национальная и народная струна. «И в благодарности за все благодеяния, оказанные им Россией, в величественном поклонении, оказанном его памяти, чувствуется скорее влияние рассудка, чем непосредственный порыв масс». «Так писал Тютчев в своем труде при дворе двух императоров». Чем же характерна была личность Александра II и начало его правления? Будущий император Александр II родился в 1818 году. «Как и другие члены царской семьи, он получал домашнее образование, руководил его обучением и воспитанием поэт Жуковский. Среди наставников наследника были такие известные деятели эпохи Николаевского царствования, как Канкрин Спиранский. В 16 лет отец стал привлекать цесаревича к государственным делам. Александр занимал множество гражданских и военных должностей, среди них председатель секретного комитета по крестьянскому вопросу. 18 февраля 1855 года Николай I умирает. 19 февраля на российский престол всходит новый император Александр II. Он принял власть в тяжелейший момент, когда для всех было очевидно, что Россия потерпит поражение в Крымской войне. Все без исключения критиковали Николаевское 30-летие, утверждая, что именно правление Николая довело Россию до катастрофы. То же самое произойдет и с Николаем II. Его правление также доведет Россию до катастрофы. Пожалуй, Николай для России на должности императора это действительно катастрофа. О необходимости реформ заговорили даже высокопоставленные чиновники. Так губернатор Курлиандии Валуев направил младшему брату императора, великому князю Константину Николаевичу, записку, озаглавленную Думой Русского. Бюрократическая система управления, сложившаяся при Николае I, была подвергнута в этой записке жесткой критике. По давлению обстоятельств Александр II начал принимать новые решения, которые не укладывались в старую систему. В декабре 1855 года был закрыт высший цензурный комитет. Летом 1856 года по случаю своей коронации новый император амнистировал декабристов, петрашевцев и участников польского восстания 1830-1831 года. В 1857 году были ликвидированы военные поселения. В общественно-политической жизни страны наступала оттепель. И самое важное, что в своих реформах осуществил Александр II, это, безусловно, отмена крепостного права. Это мы в 11-м уроке с вами рассмотрим подробнее. Но сейчас мы несколько слов скажем о предпосылках отмены крепостного права, что привело вот к этой реформе. Реформе крестьянской жизни. Дворяне, воспитанные служить государю и отечеству, были, безусловно, плохими хозяевами. К середине XIX века многие из них существовали на займы, полученные под залог имений и под залог крепостных. Помещики не разорялись только потому, что власти не взыскивали с них долги, а щедро выдавали новые кредиты. В результате две трети помещичьих имений к 1860 году находились в залоге, то есть в долгу у государства. Стараясь увеличить свои доходы, помещики увеличивали крестьянские повинности. В связи с этим росло число волнений крепостных крестьян. В царствовании Александра I было зафиксировано 651 выступление крепостных. При Николае I 1825-1855 годы эта цифра поднялась до почти 1100, то есть если конкретнее, 1089 выступлений, почти двое больше. Между тем, всего за первые пять лет 1855-1860 года, то есть пять лет правления Александра II, произошло почти 2000 крестьянских бунта. Император стал получать записки, в которых ставили вопрос о необходимости отмены крестьянского рабства. Многие из них в списках ходили по всей стране. Наибольший отклик получили записки об освобождении крестьян историка Кавелина, в которой тот утверждал «Причин нашей бедности очень и очень много, но ни одна так не убивает всякий нравственный и материальный успех в России, как крепостное право, которым опутана целая половина сельского народного населения империи». Ну и, безусловно, начинается, притом спешно, подготовка реформы отмены крепостного права. В марте 1856 года, находясь в Москве, император принимает губернского предводителя дворянства с уездными представителями и говорит им «Я узнал, господа, что между вами разнеслись слухи о намерении моего уничтожить крепостное право. Считаю нужным объявить вам, что я не имею намерения сделать это ровно сейчас. Но, конечно, вы и сами понимаете, что существующий порядок вводения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели ожидать времени, когда оно начнет уничтожать снизу, само уничтожаться снизу». На следующем занятии мы как раз и рассмотрим реформу Александра Второго «Отмена крепостного права». Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...